О богобоязненности и других качествах истинных верующих. Богобоязненность бывает двух видов. Первый – боязнь наказания, и это боязнь ослушников. Второй – благоговейный страх от одного лишь осознания величия и мощи Всевышнего Аллаха. Это боязнь избранных людей, то есть тех, кто отличился своей верой и достиг степени познания Аллаха. После упоминания о деяниях сердца, кои являются качествами истинно уверовавших, таких как страх припоминания Всевышнего Аллаха, укрепление в вере при чтении аятов Корана и упование на него во всех состояниях, в следующем аяте из тех телесных деяний, которые должны быть у уверовавших, Всевышний Аллах разъясняет намаз и закат. И упомянул он только эти два, не называя других, ввиду того, что самым значимым из телесных деяний является один из столпов религии – намаз, а из тех деяний, которые связаны с имуществом – закат. Уверовавшие – это те, которые каждый день своевременно выполняют пятикратный намаз, совершив омовение и в совершенстве исполнив поясной и земной поклоны, и выделяют обязательный закат в соответствии со своим имуществом, которым их одарил Всевышний Аллах. И в следующем аяте Всевышний Аллах говорит смысл «Те, в ком сосредоточены вышеперечисленные телесные и душевные качества, это уверовавшие, чья вера истинна и совершенна. На том свете им уготованы Аллахом почёт, высокие степени в соответствии с их деяниями, прощение грехов на земле, неиссякаемые вознаграждения и вечные блага в раю». А теперь подумайте, дорогие мусульмане, обладаем ли мы теми перечисленными качествами, которые должны быть у истинных верующих. Например, если тому, кто совершает какое-нибудь противозаконное действие, желающий ему добра и сведущий в законах юрист скажет «Друг, оставь это дело, оно приведёт тебя в тюрьму», тот без колебаний оставит это и сделает так, чтобы избежать тюрьмы. И в то же время, если кому-нибудь из нас, один из исламских учёных скажет о чём-либо, «Друг, ты не прав в этом деле, Всевышний Аллах говорит об этом так, убоится ли его сердце Всевышнего Аллаха? Последует ли он совету, если это не устраивает его? Не читает ли нам имам хотя бы на пятничной молитве аяты из Корана? Укрепляется ли наша вера при этом? Какими бы ни были мирские блага, уповаем ли мы в них на Всевышнего Аллаха? Благодарны ли богатые Всевышнему и проявляют ли терпение бедные? Проявляют ли усердие и должное внимание, как было сказано выше, в совершении намаза, выделении заката из имущества и в исполнении других телесных и связанных с имуществом обязанностей? На эти вопросы каждый человек должен ответить сам себе. «Умар Асхабда будет доволен им Аллах», — сказал пророку алей-иссаляту вассалям. «О посланник Аллаха, я люблю тебя больше всего на свете, кроме своего нафса». Пророк, саллиллаху алей-иссаляма, молвил, «Клянусь Аллахом, в чьей власти судьба Мухаммада, твоя вера не будет совершенной, пока не предпочтёшь моё довольство, довольству своего нафса, даже если это приведёт тебя к гибели». Тогда Умар Асхабда будет доволен им Аллах, сказал, «Теперь, клянусь Аллахом, я люблю тебя больше, чем свой нафс». В ответ пророк алей-иссаляту вассалям молвил, «Вот теперь твоя вера стала совершенной». Обратите внимание, мусульмане, как необходимо любить пророка алей-иссаляту вассалям, чтобы вера стала совершенной. Любим ли мы пророка алей-иссаляту вассаляма больше, чем самих себя? Если любим, то почему же не соблюдаем его сунну? Если тот, кто не соблюдает сунну, не следует пророку алей-иссаляту вассалям и ведёт себя, как вздумается, скажет, что он любит пророка алей-иссаляту вассалям, это будет ложью. Да одарит Аллах, субхану атааля, любовью к Хабибу алей-иссаляту вассалям, в первую очередь меня самого, а затем и всех мусульман. Да окажет он, субхану атааля, содействие в следовании благому, отказавшись от всего порочного, и да пробудет от сна беспечности.